Всем привет! Добро пожаловать на канал VTNT. Перед вами пауэрбанк Ugreen и два провода от этого же бренда Ugreen. Вот коробочка. Я где-то недельку назад делал распаковочку этого пауэрбанка и обещал, когда более подробно протестирую, расскажу вам о данном пауэрбанке и насколько он интересен или нет к приобретению. Итак, начнем с его внешнего вида. Он сделан из глянцевого пластика, который немного заляпывается, чем-то, кстати, напоминает заднюю крышечку смартфона. Царапины нету за время тестирования. На вот этой части, кроме логотипа, есть такой вот крестик, который показывает, где находится беспроводная зарядка, точнее платформа. Здесь находится индукционная подушка. На одной из сторон находится кнопочка для активации зарядки. На верхней части, будем так говорить, находится USB-A разъем и USB-C разъем и также экранчик. Экран LED достаточно яркий, приятный и также есть целый ряд спецификаций, которые поддерживаются этими портами. На обратной стороне у пауэрбанка также есть некоторая информация, которая будет, скорее всего, актуальна для владельцев. Например, то, что беспроводная зарядка с выходной мощностью или 7,5 Вт или 10 Вт, а максимальная мощность зарядки самого пауэрбанка 5 Вольт 3 Ампера. Дело в том, что я решил сделать видеообзор на данный пауэрбанк, потому что я долгое время уже пользуюсь кабелями или проводами от Ugreen. Например, вот этот уже у меня, наверное, года 3, не меньше. Это кабель microUSB, который имеет симметричный вход. Вы можете заметить, то есть, если это microUSB телефон, то составляется любой стороной. Таких кабелей уже в продаже нету. Вот у меня остался один и храню его как память. Очень крутая штучка. Или, например, вот такой кабель длиною 1 метр в тканевой оплетке. У меня, кстати, есть еще кабель Ugreen где-то 3 метра. Тоже в тканевой оплетке. Им пользуется мой сын. И скажу, что кабеля у данного бренда отличные. Итак, давайте подключим непосредственно сам пауэрбанк к проводу. И я не зря сюда поставил смартфон для того, чтобы подключить смартфон. И мы вместе посмотрим, будет ли тут быстрая зарядка. Итак, 55% и вы видите, высвечивается быстрая зарядка. И теперь непосредственно о том, сколько же энергии может выдать этот пауэрбанк. Дело в том, что в зависимости от вольтажа разное количество энергии. Соответственно, если вы заряжаете устройство, которое имеет вольтажность 385 вольта, то 20000 мА может отдать. Если вы же заряжаете устройство, допустим, 5 вольт и 3 ампера мощность, то всего лишь 12500 мА. Это есть у всех пауэрбанков. Кстати, в комплекте с пауэрбанком также идет вот такой коротенький USB-C провод. USB-A, USB-C. Ну, где-то сантиметров на 20, я думаю, длиной он. Кстати, что касается зарядки самого пауэрбанка, мы его подключаем к активному кабелю. И горит LED-индикатор, который показывает уровень заряда. И мигает. И как только будет 92, то будет двоечку показывать. И так далее, до 100%. Конечно же, интересует вопрос скорости зарядки самого пауэрбанка. Дело в том, что я заряжал его за это время 3 раза. Я специально разряжал его и заряжал. И вы знаете, заряжается он достаточно долго. От мощного адаптера он заряжается где-то около 6 часов. А мне даже показалось, что один из разов было почти 8 часов. Но, тем не менее, поставить на ночь, зарядить пауэрбанк. И потом уже можно пользоваться без проблем. Также еще один интересный нюанс я хотел бы сказать. Данный пауэрбанк может одновременно заряжать два устройства. Например, я сейчас просто для теста поставил другой пауэрбанк и телефон. Но совокупная мощность отдачи не более чем 18 Вт. То есть, это означает, что если будет два устройства, то будет на обеих устройствах не такая быстрая зарядка. Будет часть распределяться энергии здесь и часть здесь. И еще один интересный нюанс. Видите, сейчас другой телефон. Я показываю вам. Данный смартфон поддерживает беспроводную зарядку. И во время зарядки, например, сейчас какого-то устройства, беспроводная зарядка не работает. То есть, по проводу два устройства может заряжать. А проводной и беспроводной зарядки, к сожалению, нет. Или если, например, мы заряжаем смартфон без проводов. Вот сейчас, вы видите, пошла зарядка. И, например, я сейчас начну заряжать проводное устройство, то беспроводная зарядка, скорее всего, отключится. Давайте посмотрим. Видите, беспроводная зарядка перестала заряжать. И пошла проводная зарядка. Вот такие вот интересные нюансы. Также для тех, кто особо заморачивается по поводу силы тока, более точных цифровых измерений, я предлагаю вам посмотреть другой видеообзор. Я даже нашел для вас конкретный видеообзор. Вы можете его посмотреть. И там вы сможете узнать всю такую детальную техническую информацию. Я же рассказал со своей стороны именно как пользователь. И в процессе тестирования я убедился, что данный пауэрбанк соответствует своим заявленным характеристикам. И, соответственно, поддерживает тот темп качества, который есть у проводов Ugreen. На самом деле, мне нравятся пауэрбанки. У меня есть и Xiaomi 10 000 мА, и Helios, и Blitzwolf, и Basus, и вот Ugreen. И это очень прикольно, когда есть выбор различных пауэрбанков. И, конечно же, это один из таких вот самых приятных пауэрбанков, которых когда-либо я тестил. Если вдруг вы заинтересовались пауэрбанком, и, возможно, какая-то информация вам еще нужна, можете или задавать в комментариях, или по ссылочкам в описании перейти посмотреть на страницу товара и более подробно его изучить, если вдруг что-то для вас еще нужно. Ну и заодно узнайте актуальную цену, сколько стоит данный пауэрбанк. Также напишите в комментариях, какими пауэрбанками вы пользуетесь, и сколько в ваших пауэрбанках миллиампер. На этом у меня все. Спасибо вам большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. До скорых встреч в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok